Всероссийское молодежное эко-движение появится в стране. Предложения по его созданию уже к 1 декабря ждут на рассмотрение в Кремле. Обсуждение инициативы ведется сейчас в регионах. В Хакасии сегодня о важности эко-волонтерства говорили в рамках круглого стола, участниками которого стали представители Общественной палаты Республики Заповедника Хакасский и компании «Русал». Подробности Натальи Гермашовой. Экологическое волонтерство – лучшие практики. Эти четыре слова в теме совещаний несут в себе массу примеров добрых дел, направленных на повышение качества жизни каждого из нас. Воплощают их обычные люди, причем добровольно, просто по зову сердца. Нина Боброва трудится на масштабном предприятии в Саянском алюминиевом заводе, а в свободное время вместе с коллегами заботится о городе, в котором живет. Это наша природа, наш край. Конечно, хочется, чтобы было чисто, чтобы наши дети брали с нас пример и старались тоже поддерживать этот порядок. Одно из направлений реализации природоохранной деятельности компании «Русал» – экологические волонтерские проекты. День Енисея стартовал в 2011-м, с субботника на берегу реки. Тогда его поддержали основатель компании Олег Дерипаска и Хакасское отделение Русского географического общества. И через год акция переросла в большой республиканский праздник. Волонтеры, причем не только металлурги, но и обычные горожане, собирают и сортируют мусор. К примеру, в этом году с берега Енисея вывезли почти полсотни мешков – пластика, стекла и металла. С течением времени этот праздник приобрел большие масштабы. И теперь он у нас компанией именуется не День Енисея, а День Рек, потому что вот в этом году он проходил в 13 территориях ответственности компании «Русал», в том числе в Саиногорске. Мы не просто убираем берега, мы приучаем людей к культурному отдыху. «Зелёная волна» – уже другая экологическая программа «Русала», которая в 2017-м тоже началась с инициативы местных металлургов и уже вышла за пределы Хакасии. В этом году только в Саиногорске в акцию включились больше ста человек, высадили свыше полутора сотен фруктовых деревьев и декоративных кустарников. «Зелёная волна» – это еще и грантовый конкурс компании. За шесть лет некоммерческие организации «Саиногорска» и «Сорска» реализовали уже 17 экологических проектов на общую сумму грантов почти миллион рублей. Своими наработками в вопросах природоохранной деятельности металлурги поделились сегодня с коллегами-волонтерами, представителями Русского географического общества, Общественной палаты. Гармонизация интересов экономического развития, обеспечение экологической безопасности – это вообще гаранты устойчивого развития. И такое взаимодействие имеет исключительное природоохранное значение. Добрые дела должны, прежде всего, показывать взрослые люди. И в это вовлечены должны быть бизнес и гражданское общество совместно. И я считаю, что бизнес, видя деятельность вот этих наших ребят и серебряных волонтеров, я думаю, что они будут в этом принимать еще более активное участие и сами, и сами вот в этих мероприятиях. В финале участники встречи высказали свое понимание о дальнейшей работе эковолонтеров в Хакасии, поделились предложениями по созданию целостной системы молодежного экодвижения в регионе. Инициативу можно направлять в Общественную палату республики, каждая будет рассмотрена. Наталья Гармашова, Денис Тимирбулатов, Вести Хакасия.